Уважаемые коллеги, в 2019-2020 учебном году гуманитарный лицей апробировал новую модель обучения по индивидуальным учебным планам, которая состоит из четырех основных компонентов. Название каждого компонента очень четко раскрывает его сущность. Это аналитический, мотивационный, содержательный и контрольно-оценочный. Эффективность разработанной модели проверяется по критериям с использованием мониторингов и диагностик. На сегодняшний день проанализирована годовая работа по следующим критериям. Это степень удовлетворенности участников образовательного процесса, степень дифференциации учебного плана и индивидуальных учебных планов, степень удовлетворенности ребенка своим индивидуальным учебным планам и другие субъективные показатели. На основе анализа можно сделать вывод, что данная модель действительно является эффективной, но с учетом запросов учащихся, а также системного тьюторского сопровождения, необходимо корректировки для получения более высокого образовательного результата. Коллеги, поделитесь опытом работы родителями детей с особыми образовательными потребностями. Мы считаем это направление работы одним из важнейших. Мы привлекаем родителей к активному участию в различных досуговых мероприятиях, таких как познавательные квизы, презентация буктрейлеров, театрализация известных и любимых детьми сказок. Родители охотно включаются в сотворческие взаимоотношения с педагогами и детьми, оформляют декорации, шьют костюмы, участвуют в организации квизов. Значимым результатом является взаиморазвитие родителей и детей, а именно у детей повышается интерес к познанию, уверенность в своих силах, социальная активность. Со стороны родителей возрастает уровень удовлетворенности и доверия, повышается мотивация к продуктивному взаимодействию с коллективом школы. Знают в школе 45, как детишек обучать, знания формировать, результаты повышать. Есть классный метод «Нумикон». Он в математике силён. Про работу нашей школы рассказать поможет он. Формы, методы, приёмы, технологии, законы. Знаем, пользуемся, чтим, всем представить их спешим. Квест, театр, «Нумикон» и спортивный марафон, мнемотехника и йога в арсенале педагога. Фоноритмика, темари, бодинамика, проект помогают нашим деткам повышать их интеллект. Организуем, развиваем, про коррекцию всё знаем. Можем опытом делиться, если вам он пригодится. Одним из ключевых моментов новых образовательных стандартов стала ориентация на результат. Поэтому лозунг «Образование. Знак качества» стал вновь актуальным. Но тришкольная система оценки качества образования становится важной составляющей в работе образовательных организаций. Поэтому тема муниципальной стажировочной площадки «Особенности в СОКО в условиях ГОС» вызвала интерес у управленцев города Томска. Более ста участников погрузились в проблему оценки качества образования в рамках двух семинаров, проведённых на базе МАО «Лицея номер 7» города Томска. На первом семинаре в декабре 2019 года в интерактивной форме 51 заместитель директора школ города создавали модель в СОКО. Знакомились с опытом оценки метапредметных и личностных результатов, оценкой качества урока и качества управления профессиональным ростом педагогов. В деле обучения и воспитания ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя. Эта мысль Константина Дмитриевича Ушинского стала эпиграфом ко второму семинару в марте, когда 42 участника искали объекты управленческой деятельности учителя, источники возможностей для управления собственной педагогической деятельностью, формулу эффективности учителя-управляться. По отзывам участников проведённые мероприятия были полезны, а формат проведения позволяет легко присваивать и творчески развивать представленный опыт в своей образовательной организации. Реализуемые в гимназе МК «Перспективы и гармония» предлагают учителям оценочный материал, однако эти работы не учитывают те специальные условия, которые необходимо организовать для обучающихся ОВЗ. Нами были изучены планируемые результаты, представленные в примерных адаптированных общих образовательных программах для обучающихся ЗПР и ТНР и споставлены с результатами, которыми должны овладеть обучающиеся в результате реализации основной образовательной программы. Нами составлены кимы для текущего контроля индивидуально для каждого обучающегося, в зависимости от уровня усвоения им программного материала. Разработаны задания, несколько отличные между собой по уровню сложности и объёму. Кимы для промежуточной аттестации были составлены с учётом имеющихся нарушений обучающихся рекомендуемого маршрута обучения. Мы вам расскажем по секрету, что по кирпичику с любовью для каждого ученика все вместе уютный светлый дом мы строим. Здесь и сейчас мы вам расскажем, как строим СИПР. Что ж, начинаем. Специалистов всю команду в работе сей мы представляем. Учитель, логопед, психолог, ну и, конечно, дефектолог. Участие родитель каждый в создании документа примет. В подходе индивидуальном он перспективы все увидит. На каждый год мы СИПР представим подробно по предмету каждому. По диагностике исправим. Корректировка – дело важное. И пусть ребёнок СИПР освоит. Сложить кирпичик каждый раз нам аттестация откроет. Работы этой – результат. Рассказываем честно и подробно обо всём. Знаем, будет интересно знать о том, как мы живём. Приходим в школу утром мы, и встречают нас врачи. Температуру измеряют и здоровье нам желают. Чтобы на уроках не устать, нужно на физминутку встать. Начинай, не спеши, через нос ровней дыши. Руки в стороны поднять и работу продолжать. Выходим на прогулку, чтобы в классе не скучать. Свежий воздух помогает обучение продолжать. В школе учат рисовать, строить, шить и вышивать. Усадив ребят в кружок, прочитаем мы стишок. На уроке физкультуры с радостью бежим. Там и мячик, и скакалки, обруч, дарс, прыжки и салки. С логопедом занимаюсь, слоги сложные учу. Чтобы было понимание, что сказать я вам хочу. Здесь смеёмся и поём. Очень весело живём, дружно мы играем, песни распеваем. Я, ты, он, она, вместе целая страна. Вместе дружная семья, славим их сто тысяч я. Больших глаз, подорных, чёрных, рыжих, кельяных. Грустных и весёлых, в городах весёлых. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Муниципальная стажировочная площадка. Организация системы сопровождения обучающихся ОВП в инклюзивной школе. Весь год мы трудились, весь год мы искали, весь год инклюзивный подход намечали. Столкнулись с проблемой, отсутствия тимов, по разным предметам детей с инклюзивом. Собрались с коллегами в гимназии и школу. И тут наш процесс интенсивный пошёл. Контрольных работ целый банк накопили, катериальные карты для всех мы открыли. И признаёмся вам сердечно, этот процесс у нас бесконечный. Все мы трудились и созидая эту площадку, мы продолжаем. Мы вас ждём. Дорогие коллеги, если вы хотите быстро и эффективно преобразить свою педагогическую деятельность, то наш сундучок психолога для вас. Управление стрессом – важное умение для педагога. И здорово, если эти навыки войдут в привычку. Важно правильно использовать продукты питания, дыхательные упражнения, а иногда заварить чашку тёплого ароматного чая на травах. В нашем волшебном сундучке вы найдёте более 10 рецептов успокаивающего чая. Музыка поможет восстановить жизненные силы и снять усталость. В сундучке психолога много методик, которые помогут улучшить эмоциональное состояние педагога.